И мы с вами переходим к третьему шагу изучения Библии, применения и основной вопрос применения какой. Что мне теперь с этим делать? Доктор Хауэрд Хенрикс рассказывает о пасторе, который из недели в неделю на протяжении очень долгого времени в своей церкви проповедовал по одной и той же книге, по посланию Кефесина. Причем он настолько любил библейский текст, что один стих Священного Писания он мог растянуть на три или на четыре проповеди. Мы продолжим сегодня. У нас сегодня будет третья беседа по седьмому стиху из первой главы. Нормально, да? И говорит, у него там были и еврейские тексты, и греческие тексты, и толкования, и ссылки на другие литературные произведения. Было все, что угодно. И было очень и очень интересно. Но, говорит, всегда было одно и то же. Каждую проповедь после этих экскурсов в еврейскую и греческую историю, еврейский и греческий язык, во взгляды десятков различных комментаторов, каждую проповедь проповедник заканчивал одними и теми же словами. Да благословим Господь истину сию для ваших сердец. Что означало примерно следующее. Я, ребята, читал, читал и ничего в этом не понял. Надеюсь, вы все-таки поймете. А дело не в том, что человек нашел интересные примеры, интересные толкования. Все это было. Были и толкования, были и размышления, все. Вот непонятно было, что мне, как читателю Священного Писания, как христианину, что мне с этим делать. И самое главное, что Господь хочет через этот библейский текст со мной сделать. Когда мы с вами читаем Священное Писание без применения, раздувается наша голова, но никак не изменяется наше сердце. Когда мы проповедуем или преподаем Священное Писание, не преподавая при этом применение, А наши слушатели воспринимают, слышат лекцию и ничего больше. Лекция, конечно, интересна. Но когда встает конкретный жизненный вопрос, возникает конкретный жизненный вопрос, что мне делать? Они не могут соотнести, или мы с вами не можем соотнести библейскую истину с реальностью нашей жизни. То есть нам кажется, что Библия – это одно, жизнь – другое. Становимся почетными христианами. По четным числам я христианин, но по нечетным числам я обычный человек. Нам кажется, что суббота, воскресенье – это одно. Потом начинается рабочая неделя, и она идет по совершенно другим законам. Отсутствие применения или недостаток применения – это одна из серьезнейших проблем нашей современной церкви. Человек слышит проповедь. Ну хорошо, мне завтра приду на работу, и как я это могу применить? Что я с этим могу сделать? Он не знает. У него возникает вопрос, а стоит ли все это того? Стоит ли мне приходить в церковь? У нас, собственно говоря, два ответа. У нас два способа решения этого вопроса. Один способ решения – подумать о том, как помочь сначала самим себе, а потом и нашим слушателям соотносить Священное Писание с реальностью. И это достаточно сложный путь. Он заставляет нас внимательно изучать Священное Писание. Он заставляет нас перебрасывать мостики между тем, что было тогда и есть сейчас. Другой путь заключается в том, чтобы просто забавлять в церкви людей. Давайте мы сделаем им интересно. По крайней мере, чтобы придя сюда, они увидели, что тут шоу по полной программе. Ну, церковь соревноваться с цирком вряд ли когда-то сможет. Хотя иногда пытается. Значит, мы с вами сейчас будем говорить о применении. Но поймите, пожалуйста, что наше изучение Священного Писания будет неполным, если мы не начнем, если мы не придем к тому, как эти истины Слово Божие применяются. Давайте посмотрим один библейский фрагмент, книгу, притчи, 24 глава. Начнем мы с 30 стиха. Я попрошу Алину прочитать этот фрагмент. Проходил я мимо поля человека, ленивого, и мимо виноградника человека, скуда умного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою и камнем, а и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Спасибо большое. Вспомните три стадии чтения Библии? Наблюдение, толкование, применение. Вот в этом тексте, где наблюдение? То есть, что человек пронаблюдал? Так, значит, что он видит? Наблюдение, что я вижу? Что все заросло терным. Поверхность, запустение, крапива, каменная ограда обрушилась. Так, да, крапива, каменная ограда обрушилась. Значит, что это значит? Все это заросло терным. Наблюдение, все заросло терным. Теперь нам нужно толковать. Что это значит, если все заросло терным? Значит, он этим не занимался, и значит, кушать будет нечего. Поверхность его покрылась крапивой, то же самое. Каменная ограда его обрушилась. Это значит беззащитное поле. Пожалуйста, приходи сюда. Теперь смотрите, 32 стих. И посмотрел ее наблюдение, и обратил сердце мое, толкование, и посмотрел, и получил урок применения. Вот он видит эту ситуацию. Он пытается понять, почему. И он извлекает из этого урок. Немного поспишь, немного подремнешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Что-то как-то кушать нечего. Как-то все пусто. Вот, кстати говоря, параллелизм, параллелизм в этом фрагменте, где? С 30 стиха, если. Давайте вспомним, просто мы недавно в этом говорили. Параллельные идеи, повторы. Проходил мимо чего? Мимо чего? Поле человека ленивого. Да. Поле параллельно винограднику. Человек ленивый, параллелен человек скудоумный. Кстати, скудоумный в священном писании, особенно в книге «Притч в притче» это не то же самое, что и дебил. Да, скудоумный это скорее человек, который жизни не понимает. То есть он может быть при этом профессором, он может быть при этом кем угодно, но полем своим он не занимается. То есть с его интеллектом все может быть в порядке. Вот мудрости ему не хватает. Понимаете, можно быть человеком умным, но при этом не быть мудрым. Многознающим, но при этом не имеющим мудрости. Вот такой скудоумный здесь имеется в виду. Значит, священное писание говорит о таком человеке, такой немудром или как о скудоумном, и определенные результаты возникают. Кстати говоря, а что если я попробую истолковать стих этот иначе? Я, например, на его основании буду расти детей, воспитывать детей и запрещать им такие вещи, как послеобеденный сон. Вот мой ребенок пошел поспать после обеда, вздремнуть, я ему говорю, ну знаешь что, немного поспишь, немножко посидишь, сложа руки, немного подремлешь, и будет бедность. Так что так, вставай и пошел работать. Насколько будет обосновано такое мое толкование, или вот немного, это сколько? Могу ли я на этом основании сказать, так, послеобеденный сон, вот у кого-то разовишься? Тут же не говорится, что это послеобеденный дрем. Тут скорее говорится, как о стиле жизни. Да, здесь стиль жизни. Поэтому спать ребенку иногда полезно после обеда. Да, человеку после обеда поспать иногда полезно, а то, о чем здесь говорится, это стиль жизни, в котором вот это вот поспишь, подремлешь, оно приобрело некий постоянный характер. То есть человек сидит, спит, дремлет, и в общем ничего у него в жизни не происходит. Итак, применение. Как же работает применение? Основной вопрос, что мне с этим делать? Шаги применения. Первый шаг. Знать текст и себя. Что это значит? О том, что значит знать текст, мы говорили на протяжении последних 4 или уже почти 5 дней. Знать, что там написано. Понимать, что это значит. То есть пройти первые два этапа, о которых мы с вами рассуждали. С другой стороны, знать еще и самих себя. Быть честными пред собой. Вот чем меня Господь благословил. Вот в чем для меня существуют проблемы. Вот где мои сильные стороны, Божьи дары. А вот что может быть для меня искушением. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что то, что является искушением для одного человека, совершенно необязательно будет искушением для другого. Знать текст и себя. Например, я знаю себя, что... Вот в себе я знаю такую вещь. Когда нужно беседовать с преподавателем, с профессором, я с удовольствием его и послушаю, мне будет что сказать, я смогу подержать разговор. Но когда ко мне домой приходит дядя Вася, сантехник, и говорит, Ну что там у вас не работает? Я теряю до речи. Понимаете, я не могу дяде Вася объяснить, что там у меня не работает. В лучшем случае я скажу, Ну течет что-то. Ну течет, течет, а что течет-то? Говорит он. И тут мне уже совершенно нечего сказать. Я полагаюсь на высшую мудрость дяди Вася, сантехника. А мудрость дяди Вася, сантехника, кончается тем, что он посмотрит и скажет, Ну так, ну тут на пару тысяч ремонт. И мне остается только доверять великой мудрости дяди Вася, сантехника, а ли искать другого. Вот. Значит, это устроен так я. С другой стороны, представьте себе, что Вася, сантехник, сказал такую фразу допустим, нашему Алику. Что там у вас не работает? Начать с того, что у дяди Вася, сантехника, даже возможности сказать бы эту фразу Алику не появилось бы. Потому что Алик решил бы вопрос без дяди Вася, сантехника. Вот. Но если бы даже сказал, Алик бы ответил очень быстро и очень четко. Значит, каждый из нас знает священное писание. Нам также важно знать еще и самих себя. Причем знать себя так, как Бог нас видит. Думать, задумываться, задумываться о своей жизни. Сопоставлять Божие Слово со своей жизнью. Как Божие Слово относится к момент моей жизни? Вот я сейчас прочитал про Петра или про Фому. Вижу ли я что-то похожее на себя? Я прочитала о Марфе и Марии во время, когда Иисус пришел для того, чтобы воскресить Лазаря. Марфа говорит с ним о богословии. Мария не может говорить о богословии, она плачет. Она человек эмоциональный. Вот я кто больше? Марфа или Мария? Что Иисус сказал каждый из этих героинь? Что он говорит ко мне? Размышлять над Словом Это, пожалуй, самое сложное, потому что хочется сразу, понимаете, ведь на применение хочется все получить сразу. Но из применения не нужно делать ресторан быстрого питания типа Макдональдса. Вот для того, чтобы Бог открывал, нужно проводить время в размышлении. Причем в искреннем размышлении. И, наконец, то, что требует больше всего времени, больше всего усилий. Быть послушным Божьим Словом. А, соответственно, и быть послушным Богу, Который обращается к нам, говорит нам через Божье Слово. Вот это в общих чертах основные шаги применения, которые мы с вами проделываем. Сейчас давайте углубимся в каждый из этих шагов. Мы говорили о том, что нужно знать Божье Слово. В связи с применением есть определенные вещи, которые мы ищем в Божьем Слове. Вы можете прямо в своей Библии их подчеркивать, чтобы потом проще было найти снова. Например, мы ищем примеры для подражания. Или примеры, которые мы можем подражать. Думаем, в чем именно. Конечно, это не значит, что Иисус пришел для нас, пришел на эту землю просто как пример для подражания. Нет, ни в коем случае. И все же Библия дает нам огромное количество примеров поведения разных людей в разных ситуациях. И мы можем посмотреть и сказать, вот, это похоже на мою ситуацию. Я могу этому подражать. Грех, которому надо избегать. Царь, Давид, весной, когда люди идут на войну, остается, когда в райцаре и идут на войну, остается один. У царя возникает искушение. Я задумываюсь, а бывает ли в моей жизни моменты, когда я остаюсь один, когда я остаюсь без подотчетности, когда для меня вполне возможно, даже вероятно, искушение. Я читаю о грехе Давида с Версавией. Я понимаю, что было не так, что вон Давид пирует со всеми своими военачальниками. И вдруг в этот момент пиршество заявляется во дворец Версавия. Он говорит, слушай, ты мне понравилась. Берет ее и согрешает. Нет, ничего подобного. Есть конкретные моменты, которые ведут к этому греху Давида. Значит, соответственно, я вижу, как это происходит. Я могу это применить к своей жизни. и вывести из этого уроки. Но это пока все со знаком минус, греха, которого нужно избежать. Но кроме греха ведь есть и Божьи обещания. Я смотрю, а какие обещания дает мне Библия? Есть уже сегодня немало книг, которые вы можете найти, взять, допустим, там будет Божье обещание на случай такой-то. Божье ободрение на случай такой-то. И это все, конечно, хорошо, это все полезно, особенно, когда нужно что-то найти быстро. Но, уверяю вас, гораздо лучше доходит до нас обещание, которое нашли мы самостоятельно. Вот я читаю Священное Писание, я вижу Божье обещание. Надо же! Вот я это увидел. Я подчеркиваю, я себе это выписываю. Такую книжку, такую подборку Божьих обещаний может составить для себя каждый из нас, кто лично, самостоятельно читает Библию. И если эти обещания были открыты нам в какие-то конкретные моменты нашей жизни, запоминающиеся моменты нашей жизни, то эти обещания будут иметь для нас с вами особый смысл. Молитва, которой можно молиться. Опять-таки, молитв в Священном Писании много. Начните хотя бы с того, что возьмите молитву Отче наш и изучите ее подробно. Что значит каждое из прошений в этой молитве? Что значит каждое из прославлений в этой молитве? Как это соотносится с нашей жизнью? Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Как молиться этой молитвой? Или что имеет в виду, молясь этой молитвой, человек, зарабатывающий себе деньги, допустим, через свой бизнес? Заповедь, которую надо соблюдать. То есть, когда Бог говорит, делайте то, или не делайте этого. условия, которые должны выполняться, женщина спасется через чедородие, только если, если только будет, и дальше иметь веру, да, дальше условия. Вот это будет, если то-то и то-то. Бог отвечает на наши молитвы, если мы имеем общение с Богом, если мы молимся по Его воле. Стих, который надо выучить. Вы знаете, сколько всякого, скажем так, сколько всякого учат наши дети в школе. И сколько всякого мы учили в школе. Вспомните, стишки из школьных времен, да, были там великие стихи, была там блестящая поэзия, но послушайте, сколько мусора в нашей памяти с тех времен. До сих пор каждый из нас может процитировать что-нибудь такое, что мы учили к основному к какому-нибудь празднику. День 7 ноября, красный день календаря. Давно уже он там не красный, а стихи где-то вот ячейку памяти занимают. Чего нам часто не хватает, так это серьезного изучения и заучивания наизусть стихов из Слова Божьего, чтобы они были с нами. Вот если даже мы где-то упустили, с одной стороны это можно восполнять сейчас во взрослой жизни, а с другой стороны помочь детям не совершить эту ошибку. Ошибка в понимании, которую нужно исправить. Мы переосмысливаем Священное Писание. То, что нам казалось истинным лет 5 или 10 назад, может оказаться, что сейчас, читая Библию по-новому, мы скажем так, подождите, а может я здесь был неправ? Отметьте для себя такой стих. Не делайте сразу вывод, что я был неправ. Но вернитесь к этому стиху, задумайтесь о нем. Это не значит, что всю Библию вы будете переоценивать, но ошибки все равно нужно исправлять. И, наконец, задача, которую нужно решить. То конкретное, что должно во мне произойти, мне только нужно понять, как. Например, я понимаю, что я человек гневливый. Я читаю слова из Священного Писания, которые говорят мне о том, что я глубоко неправ в своем гневе. Задача преодолеть гнев. Каким образом решать эту задачу? Об этом мы будем говорить после 10-минутного перерыва и после мультика или не мультика посмотрим того, что нам приготовил сегодня Валерий Николаевич. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Николаевич. Валерий Николаевич. Субтитры создавал DimaTorzok